Друзья, ну что, всем привет. Короче, произошла небольшая травма у меня на тренировке, произошла небольшая травма, микроразрыв голеностопа на ровном месте. Все было хорошо, все было идеально, все циклы тренировочные, которые я здесь был, без единой вообще помарки, без недомогания каких-то, вообще ничего не предвещало беды. И вчера просто на ровном месте, когда работал в парах, все то же самое делал, что и всегда, и тут вдруг ляпс, и растянул себе голеностоп. Сейчас у меня вот такое вот состояние получается, все, нога в такое состояние, короче, хожу, хожу, брожу, получается, хожу, хрома. Надеюсь, мы исправим этот момент за пару-тройку дней, что у меня компрессы, мази, специальные препараты подтягивают в норму сухожилия, то есть в аптеке просто продается, они не фармологические, ничего, фармакологические, ни в коем случае, только нормальные, нормальные. Так сказать, натурпродукт, ну, ничего страшного. По совету Артема Кравцова, я думаю, мы все это сделаем, все вывезем. Сейчас мы едем к Лизе, через считанные минуты уже начинаю выдвигаться, поедем на массаж, на физио, на ультразвук, работаем там, не ногу. Вот, завтра еще у нас денек, я думаю, отлежусь. Также компрессики, некомпрессики, потом там выходные, и как раз-таки у меня с понедельника остается крайний цикл моей подготовки, и через неделю я уже уезжаю домой и вылетаю в Уфу. Надеюсь, что все будет хорошо. Не переключайтесь, будьте с нами, следите за новостями, подписывайтесь на наши соцсети, на мой YouTube-канал, комментируйте, оставляйте свои реакции, и помните, что мы все это делаем для вас. И я надеюсь, а я точно уверен, я этого хочу, значит, так оно и будет, что 20 июля вы увидите, я думаю, что экшен. Это будет очень красиво и зрелищно. Потому что я не зря здесь пошу, я не зря отдаю себя полностью, я положил жизнь на это. Вы все это прекрасно знаете. Уволился с работы, отошел от каких-то непонятных и странных дел. Да, я выбрал правильный путь, что и вам рекомендую, что и вам советую. Хорошая, полнотворная работа. Включайте голову, где-то пошите, где-то не перенапрягайтесь. Все, главное, делайте с умом. Давайте, друзья, не переключаемся, едем дальше. Мы сегодня много что сделали. Лиза клиника, больничка, аптека, скорая помощь. Сегодня ноги сделали, мы сегодня сделали, иголочки в нее вставили. Ультразвуком мы стопу сегодня проработали. Мы сегодня с тобой приняли то решение, что это свод стопы, а не голеностоп. В общем и целом, да, изначально я думал, что это у меня галик, но он там все взаимосвязан, но именно травма у меня была, растяжение свода стопы. Сейчас мы как раз-таки заклеили мне тейпом, проработали ультразвуком стопу. Я надеюсь, что мы быстренько восстановимся и войдем уже в тренировочный процесс с кайфом, как говорится, с двух ног. Сейчас у нас капельница восстанавливающаяся. Кстати, а можешь пару слов по поводу капельницы сказать? У меня вот просто есть подписота, которая порой интересуется, для чего капельницы нужны, с чем их вообще прокапывают, с чем их едят, так сказать, что с чем. Есть у тебя какие-то мысли по поводу этого? Вообще просто, в принципе, знания, потому что ты у нас учишься сейчас на третьем курсе в институте, на четвертом, сори, на четвертом тебе еще два, и еще потом там дорабатывать, доучиваться. В общем, всю жизнь учиться в медицине. И по поводу капельницы, что скажешь? Ну ты как всегда, ты стесняшка, лис стесняется просто. Янтарная кислота. Помогай мне восстановиться в моем ритме жизненном, спортивном. Раз в недельку мы делаем всегда капельницу. Янтарная кислота, витамин С, одни витамины, витамины В, мельгамочку сегодня проколю мне, да, мельгама же она не запрещена, потому что у меня поясничка, перелом у меня был. Все закрепляем, все крепатурим. Именно как раз таки свод стопы у меня заболел. Может быть, кстати, мельгама, она может чуть помочь мне, кстати, в своде стопы? Хуже не будет. Я думал, что хуже не будет. Такой пресс. Спасибо Артему Кравцову за вот такое вот шедевральное, кстати, новое место. Переехали. Арма переехала в другое место. Сейчас они находятся на Максиму Горьху, 18, город Орел. Кто-то, если не в курсе, друзья, ссылочки я оставлю себе в описании на уважение. Лиз, спасибо тебе большое тоже. Ты красава. Ты лучшая. Ты уже какой раз, какой влог, какой раз уже в моем влоге. И, кстати, Лизка замуж выходит. Поздравьте ее. Ага, в феврале будет свадьба. Ура! Ну что, друзья, всех приветствую. Всем здравствуйте. Всем отличный вечерочек. Всем денечка хорошего. Честно сказать, не было никаких эмоциональных составляющих. Начинать влог уже подходит, в принципе, к концу третий цикл моих сборов. Следующая неделя четвертая. И все. И мы уже выдвигаемся домой. Соответственно, ну, какие-то фрагменты, я думаю, что очень много вы уже видели со сборов с моих, именно с города Орел. Всех знаете, сейчас я вам еще раз подсвечу. Тут что у нас? Димасик пистолет, Санька, вон брат Владосика. Саня Степан. Вон момент там с Саней Тяном тренируется. Диман Васинев и сам Владосик. Все. Сегодня мы работаем, отдыхаем. Работа, отдых такая у меня будет, потому что все прекрасно. Вы помните, я чуть-чуть потянул себе связочки на ноге. Но сегодня будет у нас хорошая работа. Сегодня будем работать именно корпусом на коленках. Также я вам сегодня это все подсвечу. Ну что, начинаем, друзья? Не забываем, не переключаемся. Скоро у нас топ-дог 30. И будет жарко. Скоро выезжаем. Уже чуть-чуть осталось. Буквально неделька. И мы подвигаемся уже в Уфу. И там чуть подскидываем височек к пятницу. Уже 19-го у нас взвешивания. Поэтому весь сейчас план выстроен не только на бой, но и на сгонку веса. Эй, йоу! Всем привет! Это Черный пистолет. И сегодня у нас адская тренировка с нашим старшим. Вон тем, вон безумцем. Мы его смотрящим с Димасиком. Смотрящим, да. Вот тут на Мэд Саусе. Вот это вот не надо снимать. Это нельзя больше. Это нельзя больше, кстати, да? Да. Чисто на Мэде. Но зато у нас Вэйл чемпион теперь есть. Вэйл красава. Да. По влоге вставил его в том. Кстати, что по бою скажешь? Выиграл, не выиграл? Валерин? Да. Блин, ну такой трудный бой был, на самом деле. Он переигрывал его очень много. Можно было и ничего давать, как думаешь? Блин, ну вот очень спорно. Ну, Валера выиграл, но, наверное, прям... Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Слушай, ну его соперник там толком даже где-то в какие-то моменты взрывался, но и так же пропускал акценты. Ну да. Валерчик молодец, где-то переигрывал и добавлял, и попадал даже. Валера показал реально красивый бокс, который он умеет показывать. Единственное то, что вот мы немножко боролись с этой проблемой, да, с его ударом конкретно. То есть он попадал много, да, он в бороду попадал много, но не происходило отключения. Да, вообще не был. Да, мы вот пытались ему сделать так, чтобы он бил, но как получилось, так получилось. Вэйл красавчик, мы его очень любим, очень ждем в Орле, скоро будем днюху его отмечать. Шиша тоже приедет, наверное. Я подскочу, я попытаюсь, обещать не буду, но я бы подъехал. Это будет весело, по-любому, трэш-стримы там. Мне вообще, то есть, ну, Валера, ты же между нами с тобой, говоря, и нашими подписчиками, он талантливый тип. Очень, очень, но он любитель свой талант разгулять, скажем так. В очко пустить, блядь. Ему немножко надо спортивной составляющей. Ты знаешь, когда ты всю жизнь, грубо говоря, занимаешься от палки, а у Валера была там такая палка, что там просто он горе хапнул больше всех боксеров. Наверное, он триггерит просто в моменте. Наверное, он триггерит от этого, от этих тренировок тяжелых. У нас тоже некоторые пацаны были, да, которые занимались всю жизнь, в 20 лет побросали просто. Хотя показывали такие результаты. Так оно и бывает, единицы остаются. Либо остаются, уходят и приходят, либо вообще не приходят. Да, у кого как идет. Не, ну Валера красавчик, он добился. Он хотел, он старался, я думаю, он мог бы, конечно, сделать побольше. Получше, побольше, да. Я думаю, ну, то, что у Валеры бэкграунд выше, чем у этого парня. У него опыта больше, чем у этого парня. Парень сказал сам, что у него там, ну, на чемпионате Москвы, там, да, наверное, выступал. Но там что-то 250 боев там объявили ему. У него? Да, все фикция. Ну, прикинь, 250 боев, и он дрался только на чемпионате Москвы. Ну да, это вообще... Ай, кстати, там приколев такая была. Валера говорит, ты знаешь, какой чемпионат Москвы? А Валера говорит, да я на ЦФО вообще-то дрался. Это первая сторона даже. Ну, чтобы вы понимали, друзья, ну, ЦФО вдвойне круче, чем просто первая сторона Москвы. Да, конечно. Ну, какой город может быть круче, чем центральный, там, федеральный округ весь, да? Типа один город и, там, 10 городов, там, до 20. Ладно, давай подрастающему поколению свои приветики, пистолетики. От пистолетики всем приветики, подрастающему поколению. Не занимайтесь всякой фигней, тренируйте, как щища тренируется. Да, я стараюсь, спасибо. Так, Демасову Синьёву, давай быстренько, как дела, как подготовка твоя? Где ты будешь выступать вообще? Я буду выступать в гран-при. У меня люди спрашивают, а кто это вообще такой? А я сказать ничего не могу, потому что хочешь, чтобы ты сказал. Давай так, короче, будет ТРСС проходить в конце июля, 27-го часа. У нас будет полуфинал, гран-при в полутяжелом весе. Буду выступать против соперника из Екатеринбурга, представителя Арханги Михаила, заслуженный мастер спорта по тайскому боксу, чемпион мира по тайскому боксу 22-го года, потому что 23-го я был. Надо забирать, Демасик, надо забирать, очень грамотно. По-другому, по-другому. На РСС есть чуть привычка отдавать своим. Не то, что они даже своим, иногда они отдают специально другую сторону. Специально, да, отдают. Ну, да, возможно, я что-то преувеличил сейчас своим, но судейство дает о себе знать, на самом деле. Поэтому, наверное, судейство дает о себе знать именно бойцам, чтобы они выходили, кто приезжает в гости. Выигрывали в виду явного. Короче, мы в тебя верим, Демас. Мы тут нормальный лагерь проходим, поэтому ты не должен подкачать и ударить играть лицом, а просто придерживая, Гулливер, блядя. Так, у пистолета новая поза. Видели это? Это чисто беременная кошка. Давай, давай. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы включаем специальные мышцы, будем работать корпусом. Работа корпусом, пока нога не работает, будем включать корпус. Это тоже очень полезно, потому что есть некоторые минусы, есть некоторые нюансы и у меня в работе корпусом. Да, и также я вижу много ошибок у спортсменов, у ребят, у боксеров, у наших кулачников, кто мало вообще работает корпусом и мало кто это использует, а хотя умеет. Умеет, но не использует. Как дела, расскажи. У меня все отлично. Скажи быстренько в одну минуту, что мы с тобой делаем к предстоящему бою. Мы готовимся к ИСе, мы максимально готовимся. Какие-то детали мы уже разбираем. Мы просто... Ну, после боя расскажем ИСе, что мы готовили. Я скажу одно. Мы просмотрели самый главный его момент, просмотрели его самый главный момент. То, что все входы у нас начинают через корпус, чтобы достать до головы. Бывает, взрываются на голову, но все боковые. И, как он говорил, ты не сможешь его деклассировать. Мы в этом бою постараемся сделать все, чтобы технически превосходить ИСу. Вот. Все. Сегодня прошла пятница. Сегодня мы поработали, хорошо поработали, я считаю. Мы завершили почти этот цикл. Я его завершил, наверное, на троечку. Если не считать того, что я получил эту травму непонятную, микротравму, да. Но цикл, в принципе, в общем, 3 из 5. Наработали. В начало недели было хорошее. Наработали, отработали и в парах. Постояли, побегали, попрыгали. То есть, некие комбинации оттачивали. Но вот что-то пошло не так, и организм отдал сбой. Значит, наверное, так оно должно быть. Вижу, читаю ваши комментарии. Вижу, что много людей, ну, какая-то масса недовольна матом. Я сам недоволен. Честно, себе постоянно ставлю напоминание о том, чтобы не ругаться, минимизировать, изолировать себя от этого мата. Вот эти на зааха, вот это хе-хе-хе, постоянно через каждое слово нет. Уже надо чуть по-другому себя вести, буду контролировать, друзья. Постоянно об этом говорю и себе ставлю эту установку гребаную. Ну, а что поделать, живем в тупом мире, в тупом мире живем, что где-то постоянно хочется ругаться матом. Субтитры сделал DimaTorzok. Сегодня новый день, субботу уже отработали с ладосиком. Вы это могли видеть. Сейчас мы идем к Артему Кравцову, к калечащему массажисту, врачу, реабилитологу, уже к хирургу. Кстати, новое помещение. Вот, я уже вам подснимал Лиску в этом помещении. Сегодня мы подснимем вам Артемчик, поспрашиваем, как у него дела, какие вообще у него. Артемон, Артемон! Я тебя прям сразу с камерами, с камерами, возьми микрофон, брат. Привет. Привет. Я прям с тренировочки сразу к тебе, я даже не мылся. Братья, какие дела, как настроение твое? Слушай, у меня хорошо, мне главное, чтобы у нас с тобой было все хорошо. Мы сейчас с ладом чуть-чуть постояли, поотрабатывали на лапах, просто передвигались. Ну, больно еще прыгать, просто пока остается. Воспаление еще сохраняется, наша задача сейчас основное это воспаление подснять, немножко разработать. Я думаю, с флоссом еще поработаем. Артемчик, что мы сейчас делать будем? Ну, во-первых, мы поработаем ударной волной по окружающим тканям и на саму воспаленную область будем работать с ультразвуковой терапией, с мазью, с лечебной мазью. То есть с ультразвуком мази достаточно хорошо доходит до места повреждения, поэтому в таком формате сейчас будем с тобой работать. А ты даешь гарантию, что я поправлюсь? Слушай, гарантию знаешь, процентов сколько даешь, что до боя мы прям обойдем? Ну, процентов, наверное, 85. 85, ну все. Да, то есть какие-то отголоски вполне возможно, что, к сожалению, будут. Кстати, я вам не показал уже новый кабинет, Артемчик. Арма, вот смотрите, какой кабинет. Препаратика. Вот так вдаль так уходит. Скоро там фоточки будут, да, Артемчик у нас. Все, как всегда, ссылочки будут в описании. Арма, Орел, Артем Кравцов, Лиза тоже. Спасибо тебе большое. Но мы еще будем работать, еще недельку я здесь. Братья, мы тебе желаем успехов в твоем нелегком деле. Ты хирург, ты оперируешь, ты лечишь людей, восстанавливаешь. Это очень хорошая и порядочная профессия врачей. Всем доброе утро. Сегодня у нас воскресенье. По традиции мы ходим в храм. Ну, я хожу. Извиняемся за что-то, за свои какие-то содеянные действия. Где-то просто говорим спасибо. Обязательно говорить спасибо за то, что вы вообще здесь находитесь. Ладно, я не буду тут философствовать и говорить, что кому делать. Просто сегодня у нас воскресенье. Мы идем в храм, поставим пару свечек. Вот, поедем дальше по делам съездим. Просто сегодня наслаждаемся сегодняшним выходным. У нас начинается крайний цикл. Уже понедельник. Завтрашнего дня. И все, до воскресенья. Следующего я здесь. Топим крайний четвертый. Подлечиваем ногу. Дотренировываемся. Подскидываем чуть вес. Приезжаем в город. Разгребаем вещи. Один день проводим в городе. Тренируемся. Также налаживаем все моменты по поездке. И уже во вторник 16-го вылетаем в Уфу. Самбал. Уже на доскональной, на конечной станции. Путь. Да, уже и там дотренировываемся. Да, отделываем вес. Опять же. И все, 19-го у нас взвешивание. Потом я так думаю, что у нас еще там церемониальное взвешивание будет. Покажем вам настоящее шоу. Вот. И все, 20-го уже день Х будет. Я думаю, что у нас все будет хорошо. С Божьей помощью. С помощью родных, близких. Не просто так мы ко всему этому шли. Трилогия. Да, для меня это важно. Этот бой принципиальный для меня. Я должен поставить точку. 20-го июля, друзья, ждите. Ну, вы уже это увидите тогда, когда бой пройдет. Ну, я надеюсь, что вам это все понравится. И вам понравилось. Ну, опять же, да. Никаких вердиктов, призыва ходить, конечно же, в церковь и так далее, и тому подобное. Это все дело каждого. Но лично по мне, да, давайте подзакрепим, как бы. Давайте подзакрепим, да. И когда я выхожу в церковь, я чувствую какой-то прилив сил энергетический. Сейчас как будто ты набогащаешься, понимаешь, если ты прям внутреннюю, внутренней энергией напитываешься. Я пытаюсь не ругаться матом. Я поставил себе эту установку. Я даже себе, чтобы вы понимали, напоминание в телефоне поставил. У меня каждый час на телефон приходит напоминание не ругаться матом. Представляете, до такого абсурда дошло, что я прям заморочился этим самым. Потому что, ну, это в моей жизни, наверное, какой-то минус. Всю свою осознанную жизнь меня окружал один мат. Со временем, конечно же, как ты к этому относишься. И минимизируешь, изолируешь себя от скранословия. Пытаешься находить другие иные слова, эпитеты, причастия, прилагательные и так далее и тому подобное. Друзья мои, я вам желаю сегодня хорошего денечка. Вообще, в принципе, вам желаю дня, вечера, утра, если вы проснулись. Неважно. Давайте постоим, пообщаемся. Что, оставайтесь, друзья, самим собой. Кайфуйте, никому не подражайте, ищите себя постоянно. Выдавайте все по максимуму, и все у вас получится. Сегодня уже понедельничек. У нас сегодня качка, закачка. Вон, Даньков приехал, Кировский, блядь, наконец-то. Что ты там делал в Кирове? Отдыхал просто, балу гонял. Ходил на забег на этот? Почему? Ну, блин, ты что, это раз в сто лет приезжает Кремлев в какой-то город, чтобы провести забег. Ты что, это вообще, это легенда. Так бы мог айфон выиграть, если отжался бы сто раз. Саня Кэпс, брат, привет. Как твои технологии поживают в плане рэпа? Короче, Санечка такой персонаж, который решил отрастить себе волосы. И он хочет прическу, наверное, как у Димона. И, возможно, как у меня, Кроповскую. Но ему, ему чуть-чуть еще, наверное, месяца два еще потращиваю. Поэтому мы ему давайте все вместе пожелаем успеха, чтобы он отрастил себе волосы. И мы, ну, давайте, когда мы приедем в следующую подготовку, посмотрим на него, я вам его покажу. И он уже будет, и он уже будет с волосами. Сейчас Саня вот так вот выглядит. Да, следующее с Драйдами уже будет. По всех аспектах сравняемся на Шип. А я на Влада. А лучше, ну, вот видишь. Я поэтому сюда и приезжаю. Спасибо, спасибо. Все, все закономерно, брат. Саня, что у тебя там вообще по работе, что по рэпу расскажи? В последнем влоге мы с тобой общались, ты рассказывал, что у тебя все круто, все классно. Но больше углубился в путешествия. А, ты путешественник стал? В Туры. Да, да. Туры в Египет важны тебе? Нет, я, кстати, не знал об этом. Ты не знаешь? Серьезно, я группу, вот, пару месяцев назад вводил группу в Египет, да. Мы прошли весь Египет, весь Финайский полуостров и африканскую часть от Александрии до Луксора. Нифига себе. Да. Это интересно. Есть крутой тур. Саня, а что по рэпу расскажи? Рэп будет. Будет? Братва, у нас сегодня Кач, сегодня Демасев тоже в обойме, в приоритете, тоже готовится, настраивается. Не выспался нифига, пацан не высыпается, потому что габаритный, большой, много калорий тратит и энергии тратит, потому что душно, кондиционера нету. Смотри, чтобы душно от тебя не было, когда ты начнешь, блядь, драться 27-го числа. Ты быстро задуши его и все, своими ударами. Данике тоже пожелаем удачи, успеха. Все, мы сегодня начинаем, друзья, уже подходить к концу, подходит к концу наш цикл, наш кемп. Вот, эту неделю мы дорабатываем, уже доганиваем вес, я уже вам это говорил. То есть чуть-чуть осталось, и все, и мы на следующей неделе уже вылетаем в Уфу на турнир. Так, да, мы, господа у нас, Владос, сегодня тренер Ковчук, глава администратора, глава города, смотрящий. Чисто заодно. Владос, что я делаю, брат? Цепи. Сейчас будем делать отжимания на брусьях с цепями, выбрасывание гири, взрыв на степе с ковриком, там будем перешагивание руками делать от 7 до 10 секунд. Это нам для чего надо будет? Скоростно-интервальная работа. Даем небольшое отягощение на отжиманиях, после чего показываем взрыв с движениями. То есть все направлено на скоростно-интервальную работу, на развитие скоростных силовых способностей, сейчас увидите. Короче, мы просто правильно все делаем. Че ты стоишь, бери цепи. Кировский. Чисто мельник, блядь. Что, братва, скоро у меня выйдет новый альбом, так что шоким аут на связи. Давай с нового альбома что-нибудь сделай. Поднимая каш на улице, опуская дома, все мои хоми никогда не узнают слово голод. Если будет тяжело, меня поднимет этот голос, дай мне лишь секунду, чтобы доказать, чего ты стоишь, что я сделал этот виг. Самые пацаны в этой системе, пауки. Улицы ведут меня, я тут не был один, и тут ничего не стоят, эти куски бумаги. Нам сейчас желтый пух, и моя машина бомба, уби. За одну секунду всегда мной передел, нету никого, кто может заставить меня уйти. Слушай, ну, короче, видно сразу, что ты, блядь, любишь это дело. Вообще, по барабану, на самом деле, то, что люди, блядь, здесь, он просто начал кричать жестко. Короче, вот это самое жесткое упражнение, с цепями нафиг. Димасик такой, если он не любит цепи, да, Дима? Да я слабый, блядь, смотри. Ты свободный человек, свободу любил человек, цепи не твое. Сейчас будем кое-что делать, вот это вот, мое любимое упражнение. Мы сейчас с вами находимся в швейном цеху в производстве, в идее бокса. Таргетс. Херни я вам никакой не предлагаю, друзья. Вы все прекрасно знаете, сами будем на них работать. Пять лет у нас фактически производство из локального просто, а почему нам не сделать, превратилось в... Надо делать лучше всех, надо делать то, что на самом деле нужно потребителю, то, что будет ему интересно. Сейчас мы работаем со всеми топовыми клубами фактически. Анкор фитнес, Моркласс, Иксфит, то есть со всеми сетями федеральными. Компания Таргетс, я и Павел, и Надежда, и все здесь, кто работают, я думаю, мы придем к самому лучшему. Обязательно дойдем. Спасибо, Паша. Тебе спасибо, что пришел. Работаем. Работа кипит, братва. Орел, работаем. Орел, работаем. Может, ты можешь бить мощно, но если ты захочешь, а если ты не хочешь. Бывают моменты, когда захочешь прям хорошенько, хорошенько у тебя идет в корпус разгон, а когда не хочешь вот эту фигню. Я жалею, брат, твои руки, если честно. Мы, конечно же, чуть-чуть храмули, но мы стараемся вылечить свою ногу. Перебинтованы, Соня были у Лизы. Лизуха нам сегодня прогрела и все по красоте сделала. Уже в среду я должен уже постоять в парах, потому что сегодня уже намного лучше, да, где какие-то передвижения мне не удаются. Что сделать? Я ищу лучшие пути для развития этого события, чтобы я вышел на бой по целости и сохранности. И все равно мне надо тренироваться. Отдаюсь полностью процессу. Подхожу серьезно. Вообще по барабану на самом деле. Что болит нога, но и с другой стороны тоже не по барабану, потому что не на все 100% свой потенциал тоже, да. Сейчас показываем, потому что нету каких-то неких нюансов в плане передвижения, да. Вот сейчас Саня отработали 10 раундов по 5 минут на лапах. Конечно же, сейчас была работа корпусом одним. Где-то чуть-чуть передвижения делали, именно не грузили ногу. Больше грузили левую, да, чтобы если что-то вдруг пойдет не так, форс-мажор в бою, случится, чтобы мы с левой ноги делали упор и забыли про правую только на левой. Там даже условно, чтобы я там с одной ногой остался, на одной левой выиграл этот бой, оторвал Тандовского и поставил уже эту точку. Поэтому, друзья, сегодня было неплохо. Сегодня был понедельник, завтра уже вторник у нас, новая работа. Завершаем цикл. В субботу крайняя тренировка, в воскресенье уже домой. Вы это все знаете прекрасно. Всем доброе утро. У нас сегодня утреннее, утреннее веселое. Сегодня у нас лесенка, ладосик там, он тащит уже барьеры. Потом у нас будет работа вот с этими штангами. Блиндогриф компания. Вот Саня Кэпс. Саня, что к чему? Расскажешь нам все? Нам всем обещал, все ждут твои истории про Египет и рэпчик твой. Расскажи тот стих, Саня, который ты рассказывал, когда мы в купеле ехали. Такой родной мне простор, сплошь леса вдоль полей. Но и так любим этот край, и от того лишь больней. Давно порос березняк, тут поверх мест лагерей. А воинах здесь не льют слезами, гордятся скорей. Кто это написал? Я. Красавчик. Твой любимый поэт, Саня, есть такой? Артем Боровков, выдающийся поэт современности. Нам всем очень повезло быть его современниками. Это как в этом, да, Чарли Чапли в таком старом. Что скажешь, Саня? Охуеть, блядь. Я понял. Ну, ты что скажешь? Тренируемся, кросс-побегали, работаем. Понятно, спасибо, Саня. Ты можешь, Саня, снимать, там всегда нахуй, сидит в задвении, блядь. О, глазах-то можешь увидеть, блядь, умиротворение, опознание всего этого мира. Все, Дима, задай, задай. Так же работаем по 40 секунд на каждой ситуации. Делаем ход-выход, добавляем горько. Приседания, как и тот раз, ну, спереди. Мах-гири. Тот мы раз делали махов, это вот. Прыжки на тумбу. Кому тяжело на маленькую, кому нормально на среднюю. Здесь мы с вами бьем комбинацию. Прямой, оттяжка, двоечка. Прямой, оттяжка, двоечка. И повторная двоечка вы не оттягиваете. Повторная двоечка вы делаете по этажам. Голова, корпус, дом. Здесь у нас с вами комбинация. Дернули, раз-два, вышли, раз-два, раз-два. Все на двойку. Дернули, вышли, двойка, вышли, двойка и продолжили двойку. Ну что, вот такая вот работа сейчас будет у нас, да, Санечка? А-а-а, будет отлично. Полетели. М-м-м, вода. Вот такая там на дне. А камушки специальные. Кремний, магний. Что-то еще уголь. Очищают очень хорошо воду. И PH там, да, воды улучшают. Он будет что-то делать, а его за ноги сплотить, сейчас он тоже так это. Снимаем. На больших ребят не может лезть, так поэтому на маленькую собаку лезет, да, Санечка? Это было такое, знаешь, лапстори. На чуть-чуть, на пять секунд. Состояние определяет сознание. Когда ты себя хорошо чувствуешь, то все хорошо. Правда ведь? Да. Если не выспался, дерьмово себя чувствуешь. Если голоден, похуже себя чувствуешь. А если следить за туловищем, как это и делаем мы, и те, кого лицезрит твоя камера, те себя чувствуют получше и соображают посвежее. Что там про Египет? Смотри, короче, тема про Египет. Тур-операторы предлагают два варианта отдыха в Египте. Это Шарм-эль-Шейх или Хургада. И большинство из тех, кто отдыхал в Египте, именно там и были. И в основном это был отельный отдых. При этом Египет это страна невероятных контрастов, в которой есть все. Но некоторое время я пожил в Египте и не упустил возможности по нему попутешествовать. И оказалось, что Египет это лучший на планете дайвинг, снорклинг, кораллами и всякой подводной флорой и фауной. Это пустыни, это каньоны, это восхождение в горы, в том числе гора Моисея. Да, и у меня появилась идея водить тур в Египет после того, как я сам там пожил и попутешествовал. И один этот тур у меня уже состоялся после того, как спадет летний зной. Я поведу туда группу снова. Самый интересный поход. Ты же гид, получается. Да. Мне безумно нравится город мусорщиков. В Каире есть район, фактически это город в городе, где живет где-то четверть миллиона коптов. Копты, ребята, это те самые потомки древних египтян. Кстати, мало кто знает, что нынешнее население Египта это арабы. Это не те египтяне, которые жили при фараонах и строили пирамиды. Там вроде как был другой геном. И они организовали внутри Каира свой город и занимаются ручной сортировкой мусора. Они в столице собирают мусор, привозят к себе на район и сортируют его вручную. Сортируют его беспрецедентно, эффективно. И эта локация, ну, пожалуй, вишенка на торте моего тура. Потому что она максимально колоритная. Друзья, друзья, всем-всем-всем добрейшего вечера. Мы уже начинаем впахивать. Сейчас Анечка приходит, мы работаем на лапах. Это, наверное, нет, еще одни будут. У нас заключительные, в субботу, наверное, лапки у нас. Сегодня нарабатываем те движения, те действия, которые будем использовать в бою с Тандовским. Влог вы увидите как раз после боя. Мы быстренько постараемся смонтировать. Че ты? Здорово, звук. Смайли. 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 Все. Теперь надо еще сбора 2 провести у нас. Еще подтянуть ноги и на черный пояс первый танк. Вот и сделал. Ту-бам. Он пробивает двойку. Смайли. 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 Сейчас Диман будет не опять ногу отбивать. Смайли. Я даже не думал. Вчера вроде... Ну как? Бил, бил. Бил, бил. Вроде нормально. Вечером уже приехал. На мою что-то сажусь. Блин, больно сидеть как-то на жопе. Слушай, ну тонна прилетает условно, да, наверное? Ну да, наверное. 27 числа посмотрим. Как это тонна будет в действии. Понял? Диманисик должен тонну свою боткнуть 27-го. Давай, давай, что ты смеешь, серьезно. Что, просто так у Влада сегодня гидал на ногах? Я всегда готов. Готов я. Санечек. Санечка. Санек. Пошли. Подписывайтесь. Здесь я держу воду, бил. Класс. Класс. Расслужеб, бил да? Рух. Вы Przyпающего кг будет? Так. Это особый лосочный. Готов в интернете. Готов в юбилдин. Диманис argentилл allí, бил. По сути. Г시고 по свету. Вам Welt Morо. В печ termо надо будет. Нова baconрет. Готов. Владос, ну что, у нас сегодня крайний денечек моей подготовки прошел в городе Орле от души. Спасибо, все как всегда, в лучшем стиле, в лучшем разряде. Отдались полностью, Санечек, ты, Андрей Владимирович Чайнин. Всем спасибо, еще и наградили, блин, я еще и поезд забрал, да, да. Коричневый поезд. Да, все было отлично, что скажешь вообще, как мы отработали, и пару слов мне на путствующих, наверное, давай на бой. Как отработали, 4 недели, да, ты говоришь? Да, 4 ровно мы отработали. 4 недели тренировок. Со своей стороны могу сказать, что по физухе мы с тобой сделали хорошую работу, потому что ты сам понимаешь, что ты должен дышать хорошо, бери момент по травмам, вот. Это, надеюсь, не помешает тебе во время поединка, и, знаешь, как говорится, во время боя ничего не будет, травм не будет, ты забудешь про это просто. В плане технической работы мы и спарринговали, и в парах поработали. Вчера с Андреем Геннадьевым хорошая работа произошла, в том плане, что, по сути, он ничего нового не сказал, он рассказал то же самое, да, просто это было эмоционально. Эмоции очень важны, потому что они вас заводят, они вас мотивируют, вас вот именно психологически помогают настроиться на бой, на старт. Я думаю, что подготовка прошла классно, сегодня еще бои посмотрим, глянем так. Уже, наверное, много раз смотрели, как Саня говорит, я уже бой наизусть знаю. Я уже знаю, где у него какая эмоция, у тебя будет какая эмоция. Потому что он уже, он-то смотрит именно, понятно, что он на ИСУ смотрит, как на соперник, что разобрать, что выделить, не смотрит на его эмоции. А во время боя он смотрит на твои эмоции. Какие у тебя недопонимания? Он же тоже пытается по твоим глазам во время видео этого понять, о чем ты думаешь, что у тебя там происходит в голове, что ты сейчас хочешь задать для себя во время того раунда, который у тебя будет сделать. Я думаю, что мы старались тебя поддержать, помочь. Очень понятно, во время боя мы еще тебя будем поддерживать, смотреть трансляцию, держать кулачки. Мысль на салон. Потому что вот Диман когда-то дрался с немцем где-то в Европе, не помню. А, да, на ФИИ. Да, на ФИИ. И мы сидели с тобой, собирались, смотрели бой. И у нас, знаешь, такой момент был, что я сижу, и я говорю, что я хочу от него увидеть, и он это делает во время боя. Хотя между нами там экраны тысячи километров. Ментальная связь. Да. Вот именно то, что мы это будем делать, смотреть, мы будем морально с тобой, мы будем эти позывы в космос отдавать, чтобы тебе они приходили, чтобы у тебя мысли сами посещали, что тебе нужно сейчас вовремя сделать. Я их почувствую. Я, по крайней мере, постараюсь. Поэтому мы будем болеть, поддерживать у тебя, держать кулачки. Вот просто брать, вот на секундочку, для всех вот ютубов, да, вот типов, которые меня постоянно спрашивают, а зачем ты ездишь в Орел? Вот можешь сказать свои регалии, что ты вообще достиг и почему ты здесь? Да, могу, смотри, я являюсь чемпионом мира по кикбоксингу, являюсь чемпионом мира по тайскому боксу, также обладатель низкой поясов, это и по тайскому кикбоксингу. У меня профессиональный рекорд 9-1-1. И могу сказать так, что я объездил даже не всю Россию, а весь мир. И могу точно сказать, что та подготовка, которую я прохожу здесь, я больше лучше нигде не видел, вот я знаю, что это для меня, это вот самый идеальный вариант. Если я здесь, я буду уверен в себе в бою, вот, и для меня уже никакие трудности, знаешь, соперники уже будут вторичны. Кто бы ни был, после этой подготовки уже не важно. Мы уже в Уфе, начинаем здесь двигаться, до взвешивания осталось пару дней. Раскидываемся, вот такой, в принципе, симпатичный, уютненький зальчик нам предоставил. Андрей Веном по прозвищу Борисов, ну, конечно же, наоборот, Андрей Борисов по прозвищу Веном. Вчера мы уже здесь потренили, сегодня на один денечек. Завтра также здесь двигаемся, и все, в пятницу у нас уже взвешивание. В субботу у нас день Икс-бой. Друзья, перед тем, как начать нашу программу, хотелось бы вам сказать, что это все делается для вас. И даже сейчас вот в этих эмоциях мне надо готовиться, да, думать о бою, но я все равно достаю камеру и вещаю вам, чтобы вы потом посмотрели нормальный и годный контент. Соответственно, у меня вон, ах, первый уже. Двигается движение, жесть Умбра, чисто. Let's go, мы погнали раскидываться. А еще я сегодня, кстати, в новой коллекции от бокс-рафа Бибиул. Вот такой вот я сегодня симпатяга, мамин. Мамкин симпатяга. Отличный, отличный. Помните, ну ты сейчас это невеста получается, вы же еще свадьбы не у вас, просто невеста. А где, где кольцо вообще? Ты что, не носишь его? Ты прикинь, Андрюха, она кольцо твое не носит, которое ты подарил на топ-доге, когда ты мельника чуть не мог выиграть, блядь. Нет, когда мы жене, если тоже не поносить, то я не могу. Почему? Умрешь? Ну, она же носит. А боится все? Как ты умрешь, у меня не возьмешь? Вот если после свадьбы не умрешь, умираешь сразу. У вас дела, как Андрюха там готов со своей? Хорошо, готов. Мы с тобой так быстренько пообщались, и я так понял, что ты наблюдаешь за его весом, диетой, за его... Да, я стараюсь за этим наблюдать. Ну, мы живем вдвоем, ты хочешь, не хочешь, уже приходится наблюдать. Ну, ты сама просто в интерес вот вошла, или он тебя заставляет? Да, я вошла в кураж, я полюбила. Помогай два раза, если заставляет. Знаешь, тут, наверное, контроль чуть-чуть нужен, напоминать. А так, в принципе, у нас Андрей самостоятельный мальчик. А вот эта тестостеронная диета? Какая тестостеронная? Ну, типа, за две недели. Нет, не трахайся. Две недельки тоже терплю, блядь, даже не передергиваю. Мне пацаны сразу сказали, что Кантемир, что Харун, что Мухаммед, тренер. Андрюха, ни в коем случае, говорит, с Женькой, с Женькой, они так называют, с Женькой, не лови, говорит, за две недели на бой. Да, я уже какую, наверное, да, к Мельнику, я вот, первая моя такая была подготовка, и тогда мне вот уж все объяснили, я все, все начитался. И уже два года я коплю перед боем тестостерон, две недели, прям отлично голодаешь. Близнец в весе, Артем не в весе, он был уже давно со мной в весе. Сейчас мы выезжаем на взвешивание, там мы будем сейчас кайфовать и раздавать стилетчик, взвесимся, самое главное, сразу пожрем. Это имеет всегда место быть. Едем, на капельнице, на установительном, витаминочке, не витаминочке, обедаем обязательно. Борща пожрем, братва, я вам серьезно говорю, там борщ вообще просто. И вечером у нас сегодня церемониальное взвешивание в 20 номер, или в 19 номер, в 20, по-моему, наверное. Все, Артемчик, что скажешь? Тихо ты, блин, ты же эту камеру купил, ты охерял, что ли? За твои бабки это куплено. Вот, кстати, Артем, это тот человек, который проспонсировал, наверное, на эту камеру, можете ему передать привет. Артем, Лештиков, всем привет! Все, было. Я еще поел, бля, честно. Ой, загорелый, как уложение! Желез, блин, загорелый, бездетный. Чисто титан. Суши, да, в щитонусе. Лучше оформленный, то есть? Воды, воды дохуи еще. Лучше оформленный. Спасибо, брат. Нет, тогда говорим. А я все, по всем так говорим. Да, я тоже так говорим. Хорошо. И на него же я еще туда рассмотрю. Ага. Друзья, ну что, всем привет. Меня зовут Евгений Шишков по прозвучу Шиша. И через какие-то считанные минуты вы увидите всю красоту и зрелищность кулачного поединка в моем исполнении. Представляю его величество бокс, город Подольце. Какого-то финала не хватает. Знаешь, что ты сказал? Представляю, величество бокс, город Подольск. И какой-то зафиналь, да, как-то зафиналь. Да, наоборот просто. Не переключаемся, а только включаемся и не моргаем. Говорят, от перестановки слагаемых произведений меня есть. А вот нет, поменялось. Вот и подошло к концу основное взвешивание. Мы взвесились, отфоткались, прошли все медийные составляющие. Артем Камарфин был, как всегда, на высоте. Это лучший фотограф топ-дога, все это прекрасно знают. Какая экспрессия, какая подача была, блядь, все. А еще даже с цепями сфоткался. Записали интервьюшечку, пообщались с тем же Тандовским, встретились. Я ему купил кофе, так сказать, лаверды сделал ему за РСС. Ну, нормально, нормально. Прикольно, завтра будет вообще красочно, весело. И полетят искры в любом раскладе. В данный момент мы восстанавливаемся, делаем капельницу, витаминочки прокалываем. Пополняем электроцитиками свой организм, водно-солевой баланс пополняем. Все разрешенное, ничего запрещенного у нас нет. Потому что, сами прекрасно знаете, мы под федерацией бокса, у нас все отлично должно проходить. Сегодня вечером у нас церемониальное взвешивание, вечером, напоминаю вам, в 20.00, да. Тандовскому, кстати, я сказал, ты давай там, это, говорю, прикладывай, не занимайся, не надо газовать, блядь, уже сколько можно. А он, блядь, ну я-то меня знаешь, я же не газую. Я говорю, ну все правильно. Все, завтра день Х, друзья, давайте. Все, что-то у меня витаминки начинают нахлопывать. Все, я спать, пока. Короче, все, мы в команде. Мы командные футболочки наперили на себя, идем на взвешивание, все, кайп. И вот такая вот у нас вот история сзади, друзья. Как вам футболочки, скажите, это чисто командные у нас футболки, эксклюзивные, не будут продаваться, не будут участвовать в нашем мерше. Давай, давай, давай. Только исключительно для избранных, кто в Мэтт Саус. Поэтому, если ты боец, если ты красавчик, если ты хочешь в Мэтт Саус, я тебе рекомендую написать мне, залететь к нам на открытый ринг, показать, проявить себя и двигаться от нас. Мы тебя ждем, уже такие анонсики от меня были, поэтому не забываем, друзья. Мэтт Саус тебя ждет. Останет с реминиальным взвешиванием, мы встречаем Володьку Налимова. Володька, здравствуй. Приветствую, Евгений. Здравствуй, Володька, как ты, что ты, где ты? С Питера тебя не видел. С Питера, да. Все отлично, приехал, приехал на турнир, посмотреть, как ты будешь биться. Точнее, как ты победишь. Знаешь, как мой тренер один раз сказал, биться, 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 хули в жопу орать. Я когда слышу слово биться, у меня два ассоциации, что тренер сказал, и станция у меня биться есть такая. Как думаешь, все песня будет? Потрясающе, как и в Питере. Как и в прошлом году, кстати, здесь проходило. Я думаю, будет топчик. Я тоже так думаю. Тем более ты разбавишь это все. Я думаю, что я, моя пара и Фомича пара. Наверное, первые три только разбавят. Да, да. Ну, а так вообще, может быть, вообще все захатят. Я бы вообще был бы рад, если бы турнир получился бомбовый. Друзья, вот такое у нас заведение. Смотрите, как прикольно, отлично. Сейчас еще народик позаполнился. Сейчас в цеременеальное взвешивание. Мы здесь раскидываемся, делаем дела, наводим суету. Здесь будет весело и праздничное. Завтра у нас уже день их. Чего на Анатолию, смотри, помахайте этому здоровяков там же, блядь. Валера Забота по прозвищу Кирпич. Да прикипу мою покаялого взял. Называйте меня теперь Шишей. Ты недавно снялся у нас в Духе провинции. Там нормально поднял себе актив. Нормально снялся? Ну, а почему нет? Нет, слушай, я когда снялся в Духе провинции, мы очень мне актив подняли. Там тысяч на 70 сразу. Ну, мне просто так себя было, а когда посмотрел, нормально уже, понравилось. Понравилось, нормально. Можно, да. Ну, слушай, пацаны, улды, блядь, все делают по красоте. И, наверное, Шиша 2.0 уже сделали Дух провинции. Кстати, если хорошая идея, братва, пишите в комментариях, как вам такая движуха. Что расскажешь по своему оппоненту по завтрашнему дню? Заряжен, что ничего не травмировался, нигде. А он что-то хочет сделать, помимо того, как драться просто? Он просто хочет драться, Валер. Не, ну, настроен прям такая, вижу, нормально. Я думаю, такой нормальный, потому что бой получится. По-честному, то есть я верю и в тебя, я верю и в него, что вы заряете, заряете, да, хороший бой, по-моему, я уже где-то говорил-то. Возможно, для меня, наверное, какая-то ничья будет. Но если ты все грамотно можешь делать с дальней дистанции и просто чисто на одних джебах перетыкать, да ты можешь и по очкам забрать, братва. Вообще, не будет только таких джебов, я хочу и подраться, но будет рубка такая грамотная, как бы, не будет такой, что будет лететь, проваливаться, грубка будет. Я встану, займу центра ринга, как бы, и там уже посмотрю. Все, братва, смотрите, наблюдайте и не моргайте. Вередущий до места, Павел Близнец Декота! Где спортсмена? Элемент от Дмитровских улиц Валера Забутина! Дагестанская мерила Иса Дамзовский! И подольский тенеадор Шиша Евгений Шишко! Музыка! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай! Налбим! Налбим! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чемпион нашего дела! Мурат Халида! Волгоградский тайсон! Олег Саличов! Закончилось! У нас церемония взвешивания. Было отлично, неплохо. Наверное, я единственный из тех, кто не снял футболку. Но потому что я не мог не засветить. Засветил новый мерч, братва! Новый мерч! И такой мерч только у команды Мэтсалос будет в продажу. Он входить не будет. Но если вы очень много накидаете комментариев, лайкосов, там, да, то мы, может быть, что-нибудь придумаем и одну штучку для вас разыграем. Завтра у нас день Икс, друзья. Самый важный день для нас, для меня, для Белеснеца. Мы выходим, как в последний раз, доказываем, делаем. Очень много людей, кто здесь находились. Каждый подходит и говорит, победа, удача, успеха. Не можем не разочаровать. Что, сегодня день Икс? Сейчас раскидываемся быстренько. Пыжим, греемся, пыхтим. Все, отдыхаем, спим, восстанавливаемся, кушаем. Сегодня будет день, вечер. Вечер, наверное, трех иксов. Близнеца сначала, у него сегодня день рождения. Накидайте ему лайкосов в личку. Ну и, соответственно, мой уже окончательная трилогия Тандовский. Шуш, все это прекрасно знают. Все, мы не прощаемся, мы полетели. Короче, Олимпиад, значит, хотел сделать футболку к моему бою. Смотрите прикольно, стилево. Стилево? Да. Что значит, если братве понравилось? Вот стилево смотрится. Вот круто смотрится. Это стиль, скажу по секрету. Организация просит сделать исключение, и в виде исключения подогнать им парочку таких футболовок. Но... Прыгмин 108. А давайте спросим у Артема, можно ли? Ха-ха-ха-ха. Артем, Артем, давай сейчас. Нет. Артем, Артем, Артем срочной стиле стоит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, вот подошел к концу, вообще в принципе подошел к концу весь ивент, подошел к концу мой бой, недоволен максимально. Все видел, все получалось в принципе и хотелось и добавлял. Вы же все прекрасно понимали, короче, в первом и во втором раунде, в конце первого, во втором, ну и в третьем чуть-чуть, пару раз так дернула стопа, стрельнула, что вот все, до сих пор хромаю. Субтитры сделал DimaTorzok На чемпионство получается. Сегодня было то, что было, друзья. Кто переживал, смотрел, спасибо вам, не обессудьте, подвел, ставочки сорвались, все прекрасно понимаем. Кто ставил на Тондовскую, кто ставил на меня, у всех они оборвались и, наверное, никто даже не мог предугадать, что будет ничья. А у меня первая ничья за всю карьеру, представляешь? Первая ничья, и это сколько у меня получается? 5-1-1? Ну, ничего страшного, ладно. Такова жизнь, такова судьба моя. Поедем дальше, все будет хорошо. Каюсь на каких-то эмоциях непонятных, вроде и видел, читал. Не упомянул главных людей в моей подготовке. Это Влада Туйнова, это Андрей Владимирович Чадина, это Александра Тяна, это город Орел. Это те люди, которые вложили меня за месяц очень много. Спасибо вам, друзья. Я знаю, что вы смотрели, я знаю, что где-то не оправдал надежды. Надежда, по-любому, пацаны хотели от меня другого, я старался, но, ну, объективно, честно, не буду там отмазываться, да, но мне порой нога вообще не давала толкаться. Я все эти технические действия пытался сделать, но нихрена. Хочу толкнуться, понимаю, что, блядь, не могу. В сторону тоже вроде получалось, не могу подобрать, потому что, блядь, толкаться не могу, все на левой. Короче, полное дерьмо получилось на самом деле. Сами посудите, как все это вышло, пишите в комментариях, подписывайтесь на наши соцсети, на мой ютуб-канал. Комментируй, лайкосы, братва. Всего души, мы целы, слушай, здесь. Спасибо вам, что были с нами, не прощаемся.